14 сентября, вот там на дальнем-дальнем фоне едет наша булочка. Сейчас покажу нашего папочку. У нас сегодня знаменательное событие, очень радостное в нашей семье. Боря везет домой нам такое, от чего вся семья в восторге просто, просто в восторге. И это очень сильно облегчит труд в нашей семье, общий труд. И это очень-очень, даже вы себе не представляете, насколько радостное событие для нас. Ну и что? Бочка. Бочка? Да. Какая такая еще бочка? Где ты видишь бочку еще такую-сякую? Вот это бочка? Да. Я думала, это тумбочка какая-то. Или шкафчик синий. А я знаю, это бочка. Ты думаешь, бочка? Тысячелитровая. А откуда ты все знаешь? Знаю. Ты о главном сюрпризе не знаешь, внутри машины. Сейчас папа заедет, будем смотреть. Ты тоже папу встречаешь? Тихо, Джесси. Ты хочешь посмотреть, какая бочка? Да. Ну что, идем смотреть, что внутри? Мы детям сказали, что папа везет такую вещь нам домой, от которой будет в восторге вся семья. Откуда вы догадались? У нас посуда. У всех, покажи, Боря, у всех, где посуда у нас? А ну-ка. Вот тут, нет, уже выше крыши, уже выше головы. Уже забило все уши. У нас столько посуды в семье в плане для мытья. Нас так много. И у нас на подходе еще один малыш. И у нас вся семья мечтала о посудомоечной машине. И мы так долго мечтали ее купить. И Боречка ее покупал. Сегодня ездил в Иркутск. Да. О, вы даже не представляете, а как же мы будем пользоваться этой посудомоечной машиной? Так, кто будет у нас воду нагонять в шланг? С бочки. Я там, на заднем фоне. Ты будешь? То есть ты будешь с бочки качать, стоя такой моторчик будет у нас. Нет, мы педали поставим, спортивные. Педали, педали. И будет накручивать. Что же у нас не хватает? Что у нас дома ждет? Насосная станция. Какая еще такая насосная станция? А ты там будешь сидеть, педали крутить? Нет. В погребе. Она сама закачивает воду. Сама закачивает воду? Раскачивает. Ты у нас такую видел в доме? Да, видел. Видел? Да. А нам покажешь? Ну, я покажу сейчас. У нас крутая насосная станция, ребята. Сейчас мы покажем вам. Все-все покажем. Боречка мне... Боря, где мои полочки делись? Боря! А? Где мои полочки? Где? Там. Сейчас пойду покажу. Ребята, мы приобрели крутейшую насосную станцию. Крутейшей немецкой фирмы Körher. BP5. Какая-то маленькая посудомовичная машина. Какая-то маленькая посудомовичная машина. Мы брали на какую мощность? Мощность какая? Там есть послабее и есть помощнее. Она втягивает с 8 метров, подает на 50. Максимальное давление 5 атмосфер, рабочее 3,5-3,8. Для чего такую, скажи, крутейшую брали? Для всего. Мы же будем переезжать на землю. Там же у нас будет из колодца должна платянуть. Мы сейчас живем просто под водой и будем переезжать на землю. Тоже момент, слушай. Что же... А рядом со станцией у меня же Боречка... Мы вчера борьбу с ним устроили. Где поставим посудомовичную машину? Где ее поставим? Он, я у тебя место на кухне займу. Говорю, Боря, мне и так места не хватает. Полочек не хватает. Я тебе бочку же оттуда уберу. А я говорю, и что ты мне толку уберешь? Я тебе полочки куплю. Купил вот такие мне еще дополнительные полочки. Такие коричневые, какие у меня уже есть на кухне. Такие уже салатовые. Нет, только такие. А что, салатовые не взял все-таки? А вот там сказали... Мы же договаривались, две коричневых или одна салатовая. А тебе три коричневых нужно было. Он нашел три коричневых. А, три таки нашел? Ура, три коричневых. Просто созванивались. Какой? Шикарный. Ну, а это уже все для проведения воды. Не, я о том, что три трехметровые трубы спокойно возим в салон. Так, правильно. Правильно. А для чего же буханка нам нужна-то, а? А это что такое, утеплитель? Где? Вот это. Что это такое? Да, это утеплитель. Это для чего? Это утепляться на ночь будем? Окна? Для вот этой трубы. Она же у меня под верандой идет. А, это для отвода воды. Для отвода машины, воды от машинки будет и от посудомоечной машинки, от стиральной. Шикарно. Здесь же зимы, так как крутейшие. Теперь кто за нас будет всех посуду мыть? Посудомоечная машина. Мы долго держались без машины, очень долго. Задача. Тот, кто моет посуду. У нас просто все по очереди моют в семье посуду. Все помогают друг другу, поэтому Анечка говорит. Кто? Паша, Паша, Аня, папа и мама. Ну, четверо человек. Ну, Тёма учится. Нет, что, Тёма тоже помогает. Тёма, да, Тёмка помогает. У нас, кроме Саши, все моют посуду в семье. Кроме Саши. Теперь только загрузили, поставили программку. Вот такую машину взяли. Тоже разрывались между Хансой и Бошем. Но остановились на Боше. Тоже объясним потом, почему, по каким критериям выбирали. В общем, всё покажем, ребята. И установку насосной станции. И где. Установка насосной станции столько создаст нам дополнительной работы. И куда вот эту огромную бочку воткнём. Думали более возле кровати поставить. Но потом решили под кровать под подушку ему. Там она влезет. Я спать на ней просто буду. Просто, да. Боря ляжет на ней, будет спать. А там будет ососная станция качать. Тысяча литров бочка. Да, будешь поднимать сейчас. Таким образом спустили бочку. Боречка оттуда её спускал. А я с детками здесь её подхватили. Она лёгенькая. В принципе-то. На вес не брали, на руки. И вот так потихонечку съехали. Ребят, пользуемся бочками в семье фирмы Ирпласт. Кто живёт в Иркутске, Иркутская область. Ну, я имею в виду Иркутский район. Здесь поблизости. Город Иркутск. Да. Город Иркутск. Крутейшие бочки. Мы вот у нас сколько мы покупаем. Все вот эти ёмкости. Именно Ирпласта берём. Очень качественно они делают. Просто шикарно. Ирпласта, да. Поэтому, если вы живёте в Иркутске, сразу набираете Ирпласт в интернете, чтобы не покупать. Ну, я почему говорю. Мы сначала как с тобой бочки искали? Просто набирали, правильно? Бочка, там столько-то литров и покупали. Либо есть, или где-то там на Китайке, на Покровске, да, мы покупали с переплатой? Или в городе Мастеров. Но там перекупщики. Да, они перекупщики уже. А можно прям к ним ехать и покупать. То есть, прям у производителя. Дешевле будет. Сами узнали, вам делимся. Почему не поделиться? Шикарные бочки просто такие. Не одноразовые, так сказать. Не лопаются, не трескаются. Долго служат. Мы уже два года ими пользуемся. Этой фирмой бочками. Два? Да. Не три? Нет. А мы год жили в Малом Гаусне, там нам бочки не нужны были. Мы начали бочками пользоваться бочками. Когда с тобой начали, Боря? Когда переезжать начали? Ой, слушай, только в фотоаппарат туда не в палату полезешь. Доставать. А ну-ка, дайте. У-у-у-у-у. Ха-ха, класс. Ребята, хотите свой голос попробовать прикольный? Поговорите в бочку. Ого, как будто здесь пещера. Мам, давай пей. Вот это, когда будет нужно мыть ее, я вас сюда буду запускать. Я не буду... Слушай, ты себе это... Можешь залезть? Залезть. Смойщиков нашел? А ну положи им, пускай залезут туда. Прикольно так будет. Я хочу залезть. Я-я-я-я. Я-я-я-я. По очереди и по кругу, давайте. Тапочки сняли чистыми ногами, аккуратненько. Давайте. Саш, давай залез. Сашуля, ведерко давай мне. Да, Сашинка. У нас путешествие по супер бочке. Ты куда так не толкаться? Давай, Тима, давай. Ноги обтрушивать. Так, классно. Аня, а ну сними там вас внутри. Будешь залазить, сними вас, чтобы я туда не лезла. Если мама туда залезет, то там и родит. Давай, Фаша, залез. Эй, тут дырочка. Эй, куда будем выливаться? Давай. Куда выливаться? Давайте. Ку-ку. Ой, Саша. А, здесь реально какой-то хир. Эй, куда вы нас закрыли? Саша. А, что вы взяли? Откройте. Тут сквозняк. Саша. Ку-ку. А, что это? Она поснимала? Ты поползилу так покручил. Я снимала. Да. Это лабиринт. Вообще, ребята, хотите приобрести лабиринт для своих детей, покупайте бочку. Бирк пласт. Да, давайте. Я теперь попробую. На тысячу литров. Послегаем мы здесь. Давай, закрывай. Просто смотри, что там марка бочки. Как здесь? Ну да, кстати. Ну там мы, кстати, да, мы брали. Сколько мы с тобой бочку выбирали? Чтобы она влезла в наши двери, нам еще пол придется разбирать. Пол будем разбирать, да, чтобы ее опустить в пол. Пол будем разбирать, да, чтобы опустить ее в пол. Сдала я, где мы ее ставить будем. Вот, ладно, сдала. Но мы по двери выбирали. Ребята, потише, вылазьте. Ну что, первый я по очереди. Понравилось? Да! Лабиринтик вам? Да! Будем расширяться. Теперь уже вниз. То вверх думали, а теперь будем расширяться вниз. Убираю старую картошку. Готовим погреб. Тут будет стеллажи, тут будет бочка стоять. Или здесь насосная станция, там будут стеллажи. Тут сейчас я вот этот респиратор взял. Сейчас тут будут земельные работы. Тут сколько пыли будет, грязи. Уже душ нагрел. Сейчас? Да. Я вот картошечку убираю только поэтому. Сюда доступ будет закрыт, и вы меня закроете полностью. И здесь ты будешь так ходить, пыли? Да, тут сейчас начну кидать землю лопатой. Тут будет пыли, ого-го. Боя решил дом разобрать. Не, я пошел в медвежатники. Видишь, какую фомку себе сделал старсион. В медвежатники пошел? В собственном доме медведи? Тебе не стыдно вот это, а? Вот не стыдно тебе, а? Не, медвежатники, это те, кто сейфы вскрывает. Сейфы вскрывает? Так ты в собственном доме... А это ты хочешь сказать? А я в собственном доме пол вскрываю. Чего ты сдал нашу сейфовую копилку? Скажи. Чего ты на всю страну сдал, что у нас в погребе находятся наши запасы, кладезь всего, а? Ай-яй-яй. Мало того, что сам себя вскрывает, так еще и сдал на всю страну. Не стыдно тебе? Нет. Ох ты, не стыдно. Вы посмотрите, что он вчера там сделал. Выбрал все. Анюта вам снимала, в каком состоянии был полный? Вот, сделал такую дырку. Уже и так ты отсюда все вынешь. Что ты там еще собрался выносить? Или ты медвежатик необычный вносить будешь туда? Все увидишь. Сюда не ходить. Сюда не ходить. Сверху. Сюда не ходить, тут вылазит сверла. А где это вы видите сверла? Да вон там. А ну-ка, дайте-ка я пройду. Дайте-ка. Нет, нельзя, 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 нельзя проходить. Это, знаете, игра не попади на сверло. Да. Называется. Объясни нам, зачем ты, скажи, дырки насверлил в полу. Метки будут. По ним буду выпиливать дыру. Какая крутая бочка. Супер просто. Сколько у нас воды теперь будет? Это тебе нужно будет два захода делать, да, чтобы навести воду сюда? Заходы. Добро пожаловать в нашу фазенду. Почка успешно летит вниз. Она здесь здорово влезла. Давай, Паша. Ещё. Ещё. Давай. Давай. Столкаю. Столкаю. Процесс работы продвигается. Да, уже доски прикрутил, чтобы потом закрыть крышечку. А пока, чтобы не закрывать его, вот тут делаем полочку. Удобно тут стоять. Вот мне приходится вот так стоять. Я поняла тебе. Это в последний момент только щёлк закрыли. Да, Сашуньку мы в кухню сейчас не пускаем, чтобы он здесь не упал. Он в комнате всё это время играется. Это тоже для этих, да, ты прибил доски. Вот это? А тут уже полочки будут. Одна, вторая, третья, четвёртая. А тут кёрхер будет сверху ставить. У меня папочка делает крутые полочки. Я говорю, Боречка, мне, пожалуйста, как в Украине. Говорю, ты помнишь, какие у нас там стеллажи крутые? Так там же погреб был такой, как полдома. Ну, нету здесь погреб. Уже в новом доме сделаем крутой погреб. А здесь уж хоть стеллажи мне, говорю, поделай. Так хочется и баночки, и травы мы сюда снесём. И всё у нас здесь будет в этом погребе. Только бы, говорю, это. Это лиственничная доска, которая в землю пошла. Из лиственницы. С бани. С теплицей. Когда разбирали, лиственницу отобрал. Теперь она сюда ставится. Супер трюк. В том году у нас Боря лазил в бочку. В этом году Паша лезет в бочку. Только, Паша, ты переплюнул папу в сто раз. Тихая сторона голова. Папа в трёхсотлитровую бочку лезет, а ты... Всё. Пока, Паша. Пускайся. Ты куда сына нашего делал? Замариновал его или что? На зиму. Я здесь. Ку-ку. А ты где там стоишь? На чём стоишь? На трубке. Ты помогать папе будешь? А ну, стань на дно, стань. А ну, на, сними его там. Смотри, как спрятался. А ну, вылазь давай. Вот это ты на полу стоишь, да? А это да. Ну. Да, как раз по полоску ты. Ну, классно. Сейчас, сыночка, будем с тобой делать. На ту сторону. Иди. С этой стороны нужно поставить... Что поставить? Вот сюда дырочку. Вот эту штучку надо поставить. Ой, ребята, у нас движется всё к завершению этого огромного, длинного процесса установки насосной станции и всяких... Да ладно, насосную станцию, её, наверное, легко, да, монтировать? А вот самой всей системы. Пока всё докупили, все эти финтихлюшки, вот эти вот все штучки, которые Боря накручивает... Ну, тут не все я покупал. Ну, что-то идёт к насосной станции. Вот это переходник, то есть клапан, который даёт в одну сторону, то есть другую сторону не пропускает, только в одну сторону. Вот это шло с насосом. И вот такие вот две втулочки пластиковые, ну, фитинги для соединения кранов. А вот это кран, это уже всё покупал? А это я уже кран покупал, фильтр покупал, всё покупал. А где фильтр, кстати, мы выбирали на самом простеньком, да, мы остановились? Да, 100 микрон держит, чтобы не попало сюда там... Песок. Песок, грязь. Ещё добавку к тому, что взял вот это, ещё купил трубы. Ну, не две трубы, они там у меня в веранде лежат. Вот, взял двадцатку, обойду везде двадцатка, я советовался в магазине, мне сказали, двадцатки хватит будет. Двадцать пятой трубой будет запитываться станция и выходить на двадцатку везде. То есть будет два крана, будет посудомойка, стиральная машинка, ещё одна точка будет в баню идти. То есть получается у меня пять точек. У нас одна будет идти к умывальнику, получается? Одна к умывальнику, одна для того, чтобы брать воду на готовку. Ну да, не к умывальнику, потому что умывальнику там у нас отдельно идёт, да? И получается к машинке четыре точки будут. И докупил всего уголков, всего-всего, ну в общем всё. Паяльник купил, он мне пригодится ещё. К чему? Ты расскажи трубы, как выбирали, какие. К чему паяльник, скажи? К трубам пластиковым. Паяльник для пластиковых труб, для тех, кто не понял, для чего паяльник. Я что же слушаю, думаю, так, сразу вопрос, а зачем паяльник, будем керхер, керхер. И в таком этом чемоданчике у меня там крутой паяльник такой, пшшшш, вот таки, увидите. А мы просто между трубами выбирали, тоже такой момент. Этот, в Украине я делал водопровод себе металлопластиковыми трубами. Но я с ними умел работать, научился, пришёл туда, посчитали мне на 16 тысяч, как насчитали, тут буквально три сгона, пять метров трубы, но я утрирую в кавычках. Короче, слишком дорого, мы не потянули. Слишком дорого, и то же самое, мне говорят, а что вы не хотите металлопластика? Я говорю, я с ним никогда не работал. Вот, говорит, паяльник, один ролик в интернете посмотрите, пятиминутный, как работать и как не работать. Всё, и вы уже умеете. Ну, я ещё потренируюсь один раз, припаяю какой-нибудь уголок, чтобы потом обрезать, посмотрю, как оно всё работает. И всё, говорит, вы очень быстро научитесь. И сэкономил в два раза, да? Шесть с половиной, да. То есть, получается, шесть с половиной? Ну, с паяльником девять. Нет, так всё равно сэкономил, плюс ещё паяльник нам останется. А паяльник останется, да. Этот продавец, парень, говорит, ну, паяльники ему дают на прокат. И говорит, нет, давайте мне, чтобы мне слой был, говорю. А чего слой взяли? Потому что мы же будем в новый дом переезжать, когда на том участке. И там же тоже придётся по всему дому тянуть систему. В любом случае, будем докупать трубы, станцию будем туда забирать, кстати. Тут кошка не ешь. А, провод нам едят. Провод едят, да? Провод, да. Морковка сидит и жуёт. Так морковка не есть. Замкнёт её. Поэтому взяли с паяльником, сэкономили. То есть, вот такие трубы взяли. Кстати, не кёрхер, а керхер. Керхер. Представляете, мы узнали буквально на днях, что станцию многие называют как керхер. Керхер. А она звучит на самом деле как керхер. Ну и чуть-чуть о станции. Просто, что там будет темно. Будет плохо видно мои красивые глаза. Под стеллажом. Да, да, да. И со всех сторон не обсмотришь её. Ну, в принципе, в двух словах. Покажи вот эту вот вещичку. Тут всё видно, всё понятно. Какое давление, где что берёт. Но по паспорту она поднимает с глубины 8 метров и даёт на высоту 50 метров. Вот это станция. Немцы, как всегда, рулят. Или рулят. Как правильно? Рулят, наверное. Рулят. Не в обиду всем остальным странам, но что-то у нас на немца... Немца технику, когда берёшь, то понимаешь, что будет работать и работать. Вот качественно я делаю. Внутри турбины, или как это называется... В общем, внутри нагнетательной части нержавеющая сталь. Да, очень большой плюс. Защита двигателя от перегрева. У нас сушилки от перегрева стоят эти защиты. В этом стоит... Встроенный манометр, по которому можно судить о давлении, как даёт. То есть, это плюс такая хорошая опция. Блок этого, электронный блок, который включает-выключает станцию в автоматическом режиме. Ну, это, в принципе, у всех. Но обратно же, качество блока. И бачок здесь 24 литровый. Да, на 24 литра бак. То есть, уже меньше будет насос работать. Меньше будет работать станция. То есть, автоматический блок реле включать-выключать. Всё-таки, если бак, допустим, там 10 литров, он будет чаще щёлкать. А тут больше, значит... Значит, больше срок службы, дольше станции. Больше срок службы. В общем, любим мы немцев. Любим эту станцию. Да. Мы потом немножко тоже о машинке поделимся, какую взяли. Покажем, когда Боля будет устанавливать. Ну, под конец уже видео. Ты же показывал уже. Тоже Бош. Нет, тоже Бош. А это Бош тоже? Нет. Тоже Бош. Бош это немцы. Ну, да. Она собрана в Польше, не в Китае. Ага, ты так брал даже. Ну, потом покажем, какая машинка, что из себя представляет поближе. Ну, что, запускаем. Ставится очень легко. Кстати, здесь есть ножки, которые прикручивают. Ты будешь делать? А я вот сделал, смотри, что. Я взял обычную резинку и под каждую ножку ещё поставлю, чтобы убрать вибрации. А ты этот сделал там внизу, этот, подстилку какую-то? Ну, я имею в виду настил деревянный, нет? На доски прикручу. На доски прикручу. На доски прикручу и всё. Проведём маленькую экскурсию по нашему суперпогребу. Немножечко он, я там на заднем фоне, здравствуйте, здравствуйте. Вот рукой вам помашу. Бочка. Вот так Боречка её установил. Вот здесь он сделал, у нас была здесь чистая земля, грунт. Доски набил. Так, дальше пройдёмся. О, такой суперстеллажик мне сделал. Как женщины меня поймут? Как же приятно, когда в погребе есть стеллажи. И как же тяжело без стеллажей. Сколько, сколько я хотела, чтобы здесь стеллажи были. У нас никак руки не доходили с того года. Мы же только переехали, получается. И на этот год Боречка уже мне крутые стеллажи сделал. Розеточка у меня вот есть тут уже. А, ты даже розеточку сюда продал? Да, уже. Вот здесь Боречка тоже всё выровнял. Поменял доски. Здесь гнилые были очень доски. Видите, он ровненькие сделал. Здесь у нас будет цветная капусточка. Лежать тоже. Боречка там постелил, всё хорошо. Здесь у нас будет... Ой, сейчас отойду. Здесь у нас будет обычная белокочанная капуста на зиму. Вот так мы её складываем. Потом прикрываем этой же тканью. Ну, ткань. Этой же полотном этим. А здесь у нас полочки тоже для бутылочек, для баночек. Стеллаж такой, но не сделанный специально в плане не с полочками, а чисто вот то, что здесь было. Боречка выровнял здесь, поубирал всё. Вот здесь и вот здесь, видите, всё в баночках маленьких будет. Ну, и тут картошечка. Что-то вот тыквы, например, на полу. Всё повыравнивал. Да, это наши тыквы. Красотень. В общем, у нас в погребе стало. Ну, сейчас Боря подключит насосную станцию и пойдём дальше показывать, что мы там будем делать дальше по дому. Как Боря будет развилку эту всю делать трубами. И машинку будем подключать. Покажи эту паяльничку. Вообще, первый раз вижу паяльник для труб. Кстати, тоже, что за паяльничек взял? Вот так будете спрашивать, может. Без заземления не используй. Ты заземлился? Так. Заземлился. Заземлился? Да. Но там же предостережение. Без заземления не используй. То рыбок тебя отрулает. В нём, вот это в рыбоке, и паяльником без заземления пользуйся. Скажет, ай-яй-яй, испалил футбол. Всё, видишь, уже дымит. Ой. Всё. Где дымит? Вот. Не видно. Ага. Тут туда, да. Тут на камеру не видно. Так покажешь нам, как пользоваться? Да, покажу. Лампочки только потухнут, так и покажу. А, там нужно, чтобы потухло. Да. Ну, как потухнет, то ты меня позови. И вся семья стоит. Потухла. Потухла, ребята, смотрим. Нам уже всем интересно, как же паяльником пользоваться. Как же ты потом вытащишь? А, прогреваешь, а потом... А, вот какая система. Так всё же элементарно просто. Дай. А, так это же ерунда. Это ж так просто всё. Слушай. Так а что здесь пользоваться-то, учиться? Тут и ролика не надо. Всунул две трубы. Три секунды. Нагрел. Вытащил. Всунул. Оно припаялось. Красота, слушайте, ребята. У меня классный паяльничек. И держишь поле шести секунд. Сколько? Шесть. Ты уже тебе папа научил? Нет. Смотрел, видел с ним. А, ты видел с ним смотрела? Та, видели, даже ребёнок может научиться, как пользоваться паяльником. У нас такой хаос по дому. Всё разбросано. Тимофей с погреба. Паша и папа туда толкает. Тёма, вниз пока. Шла, ну вот, трубку. Теперь туда пойдёт. А, и туда, и туда пойдёт разводка. Ну да. Туда уже всё спаяно. А, в эту сторону пойдёт на машинку. На машинку и на стиралку. На стиралку и на посудомоечную. Пока папа там трубами занимается. Мы с Муркой, скажи, Мурочка, да? Расставили здесь всё в погребе. Я потом обзор заготовок наших полностью сниму отдельным видео. Ну вот так вот сюда немножко заставила. Повесила здесь что-то. Там вот расставила всё. Здесь всё расставила. Видите? Всё заняло, все эти ниши. Заняло, заняло. Ну там, я говорила, будет капусточка. И здесь у нас тоже заготовочки. Потом ещё сюда что-то внесётся. В общем, потом именно обзор заготовок покажу. Смотри, какое циралок дело. Это штанги-толкателя с УАЗика. Это же надо такое, а? Ну а чё оно такое? Нет, чтобы насадочки какие-то продавались. Это у меня есть ещё одно такое на 25. А вот это, скажи, из чего сделал? Он рассказывает. Смотри. А вот это чего сделал? А это старые советские вот эти. Ручные. Обрезал эту и просверлил. Хороший сверло стало. Механическое. Круто, Боря из чего попала, сделал два крупных сверла. Теперь у меня есть дырка на 26. Здорово. Это Боря с Пашей делают последнюю точку. Не знаю, как они спаяют. Готовы? Давайте, ребята. Готовы? Да. Поставить? Нам очень неудобно. А здесь... Вот, Боречка уже всё сделал. Живей. Осталось ему завтра поехать в Иркутск докупить нужные ему разные вещи ещё. И уже завтра постараемся сделать до конца нашу систему. Ты решил... Боря! Да. Ты решил снизу подобраться? А ну стукни его сюда. Вниз стукнуть? Да. Ой, сейчас, подожди, попробую. Вдавить могу, стучать неудобно. Ку-ку. Дульчата, покажи своё личико. Да что ты сюда фонариком светишь? Слив делает Боречка. Тра-та! Пару минут назад... Ой, где-то 10 секунд назад было пол... Вот здесь, да, где-то воды. А уже почти полная. Ну, включай пока, знаешь, нашу систему. Красота! Всё, подключил Боречка нам в дом. Всё, готово, Налит. Вытаскивай, вытаскивай. Хорошо, хоть она чистая была. И вот здесь сделал краник. То, что я вам говорила. А ну, Паша, хочу водички включи ко мне. Только не сильно. Здесь сильно включать нельзя. Говорила же не сильно. Пока дети научатся. Всё, выключай. Водичку можно пить. Ура! Система в дом запущена уже. Осталось подключить только посудомоечную машинку и стиральную машинку. Остался последний штрих. Внести посудомоечную машину и не хватает ширины двери. Её больше никак никуда не поставим, кроме как у нас в технической зоне, где у нас стоит машинка, где туалет. Вот здесь для неё шикарное место. И слив хорошо. И в кухне не надо будет ничего убирать. Там и так места нету в той кухоньке. Маленькой. Мы купили даже для неё, сейчас покажу. Ой, сейчас. Даже купили для посуды вот такую мисочку с ручками удобными. Ручки вообще. Не скальзывает. Чтобы посуду можно было к посудомоечной машине со стола собирать и носить. Привет. Ой, тебе шляпа красная. Это вот если дождь, можно посуду носить, а можно... Такая я побежала за посудой. Куда? В соседний дом? Да. Там, где её нету? Да. Молодец. Я замела уже всё. Убрала. И вот Боречка мне говорит, Танюша... Надо идти убирать. Снова готово. Вырезал и предоставил мне вот такую чистую подсобную комнатку. Всю в опилках. Сейчас буду заметать. У нас пылесос сломался. Сгорел мотор. Поэтому вот супер пылесос наш. Это веничек и совок. И буду сейчас здесь всё убирать. Все стоят, готовы дать вам концерт, ребята. Нет? Чего вы здесь стоите? Чего вы здесь стоите? В тепло. В самое теплое место. А, в самое теплое место. И самое мокрое. Ещё грязной посуды не было на канале. Да, мы ещё грязной посуды на канале не показывали. Не, вы что показывали, когда кто-то мыл. Ну что, ребята? Ура, ура! Сейчас мы разберёмся в программах. И первый запуск нашей машинки. В общем-то, в принципе, можно на этом обзоре закончить, да? Да. Ага, мы обещали показать, какую машинку взяли. Купили. У нас Bosch. Не-не-не, мы же показывали. Где-где-где? А какая у нас моделька? Мы с самого начала показывали. Там модель была на ящичке. Там впереди в видео. Там точная моделька. Вот модель. Это просто Bosch. Это марка. На 12 комплектов. Супер-пупер машинка. Хотя мы с тобой... Сколько нас комплектов сейчас? Шесть только? Я не знаю. Ну, шестеро мы поели. И две кастрюли. И миска для салата. Всё. А если две миски для салата, то уже семь комплектов. У нас миска для салата огромная. Ладно. Нет, тут, наверное, можно и по... Как это сказать? Больше отсюда посуды добавить. Уключай. Ты первый. Надо же сейчас разобраться, какая нам программа будет. Не надо ничего на кнопку давить. Вот тут программка. Сейчас мы выберем. Уже программку мы выбрали. Нет. Сашулечка, тебе выпала честь включить первый раз машинку. Включай. Всё. Всё, всё, не трогай. Всё. Машинка пошла стирать. Стирать посуду. Да, стирать посуду. Ты включил? Слушаем. Да. Вода загружается. Я даже не знаю, что она там делает, правда? Вода, не знаю. Вот воду, а куда пора засуну? В следующий раз обязательно засунем. Да, да, чтобы нам испортить. Там 70 градусов, представляешь? Мы выбрали программку. Один. Один час на 65 градусов. Скорее всего, да, на 65. Но там функция такая интересная. Самое, мне кажется, во-первых, один час, это экономно. Всем, всем, всем. Во-вторых, вот она, видите? Мытье 65, промежуточное ополаскивание, завершающее ополаскивание на 70. И сушка. Самое оптимальное, потому что другие там 3 часа, да, 20 минут. Зачем нам так долго? И моем без смоющего средства. Мы туда ничего не это. Так как если бы мыли, скажи, мочалочкой в доме. Шикарно. Посмотрим, какая посуда выйдет. Боречка уже и машинку подключил. Вот у нас первая стирка. Вот там подключил, видите, машинка. И посудомоечная, и стиральная. Вот там слив. Из-за того, что мы химией не стираем, у нас сливается нормальная вода, то есть без проблем. И вот такая чудесно помытая посуда. Сухая. Она, правда, горячая, когда достаешь ее. Все, теперь мы ее отнесем на место. И красота будет. Папа уже вытаскивает бочку. И вообще зимит. Такая красота. Тут папа. А, папа, за окном. Сейчас папа будет здесь окно вытаскивать, чтобы вытащить. Ну что ж, подводим итоги установки нашей насосной станции. К чему-то привело. Это привело к тому, что в кухне стало намного проще. Еще Боречка туда угловые полочки вот такого плана сделает. Видите, потому что слишком пусто как-то. Во-первых, обои старенькие уже. Капитальный ремонт особо здесь сейчас мы делать не сможем. Поэтому как-то вот занять эту нишу полочкой угловой хотя бы одной. И поставить туда такие, знаете, вот мед мы ставим, чтобы он, как размораживался, хотел сказать, растапливаем и так далее. То есть очень будет хорошо там смотреться. А вот здесь вот так полочки вот эти установили. Две штучки, видите. Получилась такая супер мебель. Ну, в будущем, конечно, в идеале здесь будет кухня или здесь, или уже в новом доме. Но это в будущем. И вот так красивенько здесь у нас получилось. Два краника с водичкой. Боречка сделал, чтобы нам не разбрызгивалось еще на кранике вот такие насадочки. Потому что очень большой напор дает насосная станция. Ну, такой большой, что просто тут все разбрызгивает. Вот так выглядит наша техническая зона. Сюда я перенесла кастрюль из кухни. Удобно их брать. Это не тарелки. Поэтому раз, два взял, одну приготовил там покушать. Ну, здесь разные технические. Борина одежда для сварочных работ. Разных таких грязных. Стирка у нас здесь. Сейчас временно у нас здесь вот эти ящики с помидорами дозревают. Зеленые помидоры. Потом они отсюда уберутся. Туалет. И вот так вот стоит машинка. Боречка ее классно поставил. Полочку мы сюда еще одну поставили. Мы уже пользуемся где-то неделю машинкой. Это просто красота. Мы один раз только использовали кальцинированную соду. Вот такая у нас очень мелкая сода. Прям как порошок. Прям мелкая-мелкая такая. Как обычная сода, наверное, которую мы едим. И вот мы засыпали один раз всего лишь ложку соды на жирную посуду. А потом поняли, что прекрасно отмывает машинка без всяких средств. Вообще. Она сама по себе не жирная. Но это вот заставляли посуду. Опачкали машинку. Там посуда ждет сейчас. Еще с обеда сюда. В очереди. Моет шикарно. Отмывает идеально. Моем неделю практически. Отмывает подсолнечное масло. Сметану. Отмывает. Боря делал масло. Взбивает в судочках. Вот эти судочки сами по себе. Сливки. Очень жирные. Ради интереса мы попробовали поставить их без всяких моющих. Идеальные судочки. Идеально эти коробочки вышли. Чистенькие, хорошенькие. Отмывает вот эти крышечки, где вот там есть. Вот сейчас покажу. Вот эти впадинки. Отмывает идеально. От жира, от всего. Единственное, что плохо отмывает, это когда вот, например, делаешь суп. Мы в суп добавляем подсолнечное масло. Или это может быть там сливочное масло, подсолнечное, неважно. И когда суп кипит, образуется корочка вверху кастрюли. И вот если эту корочку тряпочкой не помыть, она так и остается. Вот к сожалению. Отмывает присохшую гречку. Отмывает все. Единственное, что еще не отмыло, что не отмыло. В кастрюле, если тоже какие-то засохшие. Вот в кастрюле плохо отмывает. Не знаю почему. У кого такая же банки. Трехлитровые банки. Вы же знаете, что мы сами делаем сметану, творог, все делаем сами. Сыры, вот это, ну, такое адыгейский сыр. У меня этих банок всегда собиралось. Я так их не люблю мыть. Больше всего не люблю мыть трехлитровые банки из-под молока. А у меня рука не уладит. Особенно из-под кефира. Когда она еще подсохнет, не успеваешь сразу подмыть ее. Боря мне ее заливает, она отмокает. В общем, кто занимается изготовлением сыра, понимает, о чем я говорю. И этих банок могло выстроиться штук десять, потому что по пять штук за раз я делаю. И так, знаете, два раза сделал сыр, там, за пару дней. Все, уже у тебя десять банок. И ты стоишь, их все моешь. Ой! Думаю, дай-ка я ради интереса поставлю баночку сюда. Поставила. С-под кефира. Идеально. Я говорю, ура! Мне не надо банки мыть руками. Теперь мне не будут собираться. Не всегда успеваешь. Дети, знаете, забегался, забегался. Не успела глянуться, уже шесть банок стоит. Ну, думаешь, да что ж такое, только вот пару дней назад мыло их. Ну, снова собрались. В общем, моет все. Но мы, я скажу так, у нас в семье есть правило. Если ты, вот нету обеда массового, да, нету массового сбора посуды. Захотелось тебе какао купить. Ты пошел, сидел, какао. Ну, возьми, стань, помой эту чашку. Ну, не оставляй ты ее на вечера. Или взял нож, порезай хлеб, сполосни. Да, ну, сполосни сразу. Или там что-то вот, то есть, и все причем. Все в семье, мы вот сейчас приучаем. Если нет массового сбора посуды, пойди за собой сполосни. Вот мы делаем там, у нас в семье есть такое понятие, как полудник, перекус. Перекус мы его называем. Все захотели срочно какао. Мама, можно мы какао попьем? Все, все полетели делать. Стали, пошли все вместе, чашечки помыли за собой, поставили на место. То есть, мы в таких случаях посудомоечной машинкой не пользуемся. И мы категорически против того, чтобы полностью настолько облениться, чтобы нож оставлять, там, не знаю, разрезав помидор себе один, да, съесть. Идти его оставлять посудомоечной. Ну, возьми, сполосни его. Поэтому очень довольны. Почему кальцинированная сода? Изучали эту тему. Спасибо друзьям, которые подсказали. Изучали тему. Она смягчает воду. Кальцинированная сода даже вот мы моем полностью сейчас вообще без нее. Но я считаю, что нужно все-таки, чтобы промывать все каналы, все проходы, время от времени, там, ну, может, раз в три дня, раз в неделю засыпать кальцинированную соду. И потом там соль нужно чистить. Мы еще в этом вопросе не совсем с ним разобрались. Самую машинку без посуды. И смывать, как это, не отдушка, кондиционером, да, ну, после соды смывать уксусом. Уксусом обычным. Заливаешь туда уксус. Ну, там есть разные, если вы пользуетесь химией, у вас там свои эти все препараты. А в нашем случае это, скорее всего, сода, уксус и соль. Соль тоже не определились. То ли специальную покупать, то ли обычную можно пользоваться. Кстати, если есть опыт, ребята, использования натуральных средств в посудомоечной машинке, вот эти три фактора, чем мыть жир, мы уже нашли кальцинированная сода, ну, в принципе, тоже будет интересно. Потом, чем смывать после жира и чем чистить машинку какой солью. Вот напишите в комментариях, будем очень благодарны. В общем, довольны. Бош рулит, конечно, мы этой фирмой, ну, вообще немцы, есть немцы. Так что это. Ну, сейчас пойдем в погреб, посмотрим на саму насосную станцию, что там у нас. Боречка закончил, не закончил, что там происходит у нас. Последний штрих, так сказать. Немножечко не подрасчитал. Делал сам, ни у кого не спрашивал. Но, когда я решил запускать уже станцию, увидел, что я неправильно поставил обратный клапан. Он стоял у меня вот здесь. А из-за того, что он стоял здесь, мне пришлось переставлять, а трубы уже были спаяны. И пришлось чуть-чуть двигать станцию, чтобы отодвинуть вот эту вот, подтянуть вот эту вот трубу. И немножечко неровно. Но это, как бы, на скорость не влияет. Шикарная станция. Дает 3 атмосферы давления. 3,2. Постоянно показывает на манометре. Сейчас просто чуть системы взяли. Тут стоит 2,5. Работает отлично. Из-за того, что бочка высокая, и она у нас, как бы, вкопана в землю, я снизу в бочке не смог взять запитку для станции. Я взял через верх. Она у меня идет через верх. И вот здесь вот уходит аж на самое дно бочки. 25-я труба пластиковая. Не видно, да? Видно. Она уходит вниз аж на самое дно бочки. И берет аж оттуда берет воду. Вот эта труба раздачи уходит. Вот эта труба подачи в бочку. Вот она у меня обходит. Вокруг, вокруг. И возле трилляжа выходит и уходит под 45 градусов в стену. Там, где у нас стоит стиральная машинка и стоит посудомоечная машина. В принципе, все. Решение самое простое. Самое, я бы сказал, даже планов не надо каких-то. Взял просто, померил, сделал. Все работает. Отлично работает. Самая главная станция – бочка. Ну, остальное дело за малым. И сделать трубы так, чтобы они не потекли потом. Ну, честно сказать, пластик паял впервые. Пока что ничего. Было, было, было такие, знаете, где-то есть такие моменты, где в углу с ребенком он держит паяльник. Он не знает, как делать. Я думаю, что я знаю, как делать. И мы вместе планируем, пробуем спаять. Поспаивали, нигде нету ни течи, ничего. В общем, класс. Ребята, вы можете спросить, куда же вы денете насосную станцию, если вы хотите переезжать на свою землю? Мы ее туда заберем. У нас семья большая. От солнца будем питаться. Крутить педали будем. Да, у нас семья большая, земля, такой велик на 7 педалей. Сядь. На самом деле я шучу. Ребята, мы никогда не планировали отказываться от электроэнергии. Полностью. Полностью. Мы планировали, что у нас будут альтернативные источники. Или же, если кто у нас смотрит с самого начала, мы хотели делать на воде мельничное колесо, и чтобы вода все это работала, крутила. Мы рассматривали три варианта. Это солнечные панели, ветрогенератор и на воде, если возле реки будем жить. Но возле реки мы не живем. Ветрогенератор здесь. Мы почитали. Ветра может и есть, ветрогенератор очень вреден. Он шумит, издает определенный шум. Определенные вибрации издает, и они влияют на психику и на окружающую среду. Поэтому остановились на солнечных батареях. Честно скажу, ну, немного дороговато, но... На всю жизнь. Можно самому сделать. Можно самому... То есть, не покупать готовую систему, а купить по частям и собрать ту, что тебе нужно. Мы уже сейчас присматриваем аккумуляторы. Хорошие, которые будут лет 15 служить одни, а не менять постоянно. То есть, хорошие такие это. В общем, это будет в отдельных видео. Мы хотим уменьшить количество электроэнергии, потребляемой в семье. Нам намного проще будет... Ну, типа, убрать морозилку с дома, да, сделать ледник, типа. Нам намного проще будет, ребята, сделать свой альтернативный источник энергии, вложиться, допустим, там... 300 тысяч. 200-300 тысяч вложиться один раз на 10 лет. И больше ничего не платить. А нам, чтобы туда только провести линию... Мы не хотим, чтобы там была электрика. Нет. Я пример говорю. У нас свои причины на это есть. Скрытые. Чтобы туда только провести линию, нужно полтора-два миллиона. Это только линию провести. Мы уже не говорим и все остальное. Поэтому освещение... Ну, ребята, это отдельное видео. Ну, на этом все. Система сделана. Можете нас поздравлять. Как раз к рождению сына или дочери мы успели. Мы укомплектованы. Да, у нас работает уже стиралка подключена к этой системе, подключена посудомойка к этой системе. Все подключено. Дети счастливы. Мы счастливы. Мы все радостные и довольные обитатели этого дома. Все, до новых видео, ребят. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok